Специалисты Лиги защитников прав ребенка говорят, последние три дня телефоны в их офисе не смолкают. Жалобы на администрации школ поступают со всех областей страны. Однако бишкекские учебные заведения в этом плане неоспоримые лидеры. Большинство звонков, как говорят специалисты, поступают от жителей микрорайона Джал и новостройки Аллато. Уже обработано около трех десятков жалоб. В день в среднем поступают звонки от 7 до 13. Это получается уже на третий день, и больше кейсов уже разрешены, а некоторые еще в ожидании, потому что приходится обзваниваться с Министерством образования, с Управлением образования, и мы ждем, ожидаем ответа. Жалобы, что нет мест в школах, не берут и требуют вступительные износы. Больше звонков поступило от Аллато и Джал. Организаторы акции говорят, главная цель – донести до населения, что администрация школ обязана взять детей в школу лишь на основании справки с места жительства. Никакая прописка для этого не требуется. Ребенок должен ходить в ту школу, которая находится от его дома, в пешей доступности. Директора обязаны взять ребенка и обеспечить его доступом к знаниям. Кстати, по словам юристов, противозаконными являются и требования сдать экзамен при приеме в первый класс. Есть случаи, когда тестирование проводят, либо проводят собеседование, на самом деле тестирование. Если ребенок не совсем по программе, по уровню знаний подходит для первого класса, то там начинают оказывать свое родное давление. Хочу сказать, что это тоже незаконно. У нас начальная школа не считается гимназией, лицей. Там идет общая программа, общая образовательная программа. Поэтому ребенок, приходя в первый класс, он не обязан читать там 100 слов в минуту, он не обязан быть уже 100% подготовленным. Первый класс на то и первый класс, что ребенок туда приходит учиться. Имена всех директоров школ, которые будут создавать препятствия для детей, будут озвучены в средствах массовой информации. Кроме того, административные меры к таким педагогам будут применены со стороны Министерства образования. Если, конечно, выявлены были по таким-то вопросам, например, по отношению к директору школы, мы уже своими письмом направляем в управление образования города Бишкек или районные отделы образования. Мы, в общем, принимаем по республике, по всей республике. И, конечно, очень тесно сотрудничаем с гражданским сектором, потому что чем больше гражданскому сектору население не доверяет, и уже когда тесно с ними сотрудничаешь, такие факты более открыто выявляются. И уже нарушение сохраняется права детей. Специалисты рекомендуют гражданам своевременно обращаться за помощью правозащитникам и в Министерство образования. Времени до начала учебного года мало, поэтому решать эти вопросы нужно уже сейчас. Жалобы от родителей принимаются по телефону 0 312 66 25 87 или 0 771 45 44 45. Также сообщить о нарушениях можно в Министерство образования по WhatsApp-каналу 0 700 744 748. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.